В тесном, почти семейном кругу собрались бывшие алкоголики. Бывшие, потому что с алкоголем они завязали уже несколько лет. У всех полный отказ от пагубной привычки, но лица все равно просят замазать. К публичности не готовы. В моем случае, в моем случае грани не было, но я отмечала праздники. В общем, все праздники у меня проходили с алкоголем. Как вы для большинства населения? Да, как, да. То есть никогда без бутылки. Только у меня было продолжение, а потом, как следствие, отравление. Сильное очень отравление. Алкоголиком я себя не считала. Кстати, многие алкоголики долго боятся признаться себе и другим в своем статусе. И до последнего отрицают зависимость. Я пила для того, чтобы умереть. Я не хотела жить, я потеряла всякий смысл жизни. Хотя у меня был смысл, у моих детей, двое детей было, муж и семья, и дом. Ну, все у меня было. Только в голове вообще творился настоящий бедлам. И мои мысли были только настроены на негатив, на это питье каждодневное. Спасаются от зависимости в Бурятии в республиканском наркологическом диспансере. Не только благодаря тому, что я попала пятый раз, когда уже лечилась здесь, на реабилитацию. Прошла длительную реабилитацию, четыре месяца. Все это мне было на пользу. Большая психологическая помощь оказывалась. Медицинские работники, я благодарна по сей день им за эту помощь. И параллельно я узнала о сообществе анонимных алкоголиков именно здесь, в этих стенах. И случайно оказалась на собрании анонимных алкоголиков, что это действительно такое чудо. Потому что мне конкретно никто не говорил, что я алкоголичка. А побывав на этом собрании, я идентифицировала себя, что да, у меня есть такая зависимость. Потому что я нормально употреблять не могу. Когда я начинаю пить, потому что мне надо все праздники отмечать с алкоголем. Общество анонимных алкоголиков работает прямо здесь же, в тесной связке с наркологическим диспансером. Лечение алкогольной зависимости не ограничивается лечением только в наркологическом диспансере. Пройдя здесь лечение, реабилитацию и начав жизнь с чистого листа, человеку очень важна поддержка. Поддержка в окружении и чтобы жить в трезвости, очень сильно хорошо помогает сообщество анонимных алкоголиков. Эти люди, пройдя программу «12 шагов», с уверенностью заявляют, жить и веселиться без алкоголя можно, да еще как. Придя в анонимные алкоголики, да, мне вот помогло вот это общение с трезвыми людьми, да, у нас есть наставники, у нас есть программа «12 шагов». Вот это все пройти и как бы разгрузиться, да, от своих вот этих всех страхов. И сейчас без алкоголя прекрасно справляюсь. Мой муж, мои дети, мои дети не помнят меня вообще в алкогольном состоянии и не видят алкоголя на праздниках. Все праздники у нас проходят с чаем, с напитками, с соками. На самом деле, когда уже несколько лет проживешь в трезвости, уже не захочешь обратно возвращаться в это болото. И это тоже мотивация хорошая, когда уже живешь, радуешься этой жизни, уже обратно не хочется. И на самом деле у меня получается радоваться без алкоголя. Это на самом деле легко. А в анонимных алкоголиках вот этому всему учат. За одно полугодие 2024 года в республике зарегистрировано 8678 человек в связи со злоупотреблением алкоголя. Сюда относятся алкогольные психозы, синдром зависимости и пагубное употребление алкоголя. Из них 28% – женщины. Мария Латышева, Елизавета Бадмаренчинова, Батогармын, Новости дня.